Итак, ребята, здравствуйте! Сегодня у нас урок химии. Повернитесь, пожалуйста, все к лаборатории. Итак, сегодня мы с вами будем изучать взаимодействие уксуса и соды. И проведем с вами небольшой опыт вулкан. Сначала я вам все покажу, а потом вы попытаетесь повторить. Тимми, чем ты так вкусно там чавкаешь? Дай мне! Валерка, это Ментос, будешь? О, буду, давай! Итак, ребята, для опыта мы возьмем ложечку соды и положим ее в вулкан. Потом возьмем уксус и тоже нальем в вулкан. И в итоге, в результате взаимодействия кислоты, как уксуса и щелочи, как соды, у нас получится извержение вулкана. Ух ты, здорово! А можно уже самим попробовать? Подожди, Катя, я сначала вам все наглядно покажу. Возьмем ложечку соды и кладем ее внутрь вулкана. Так, теперь берем уксус и наливаем немножечко в вулкан. И все, внимательно смотрим. Ну вот, видите, ребята, произошло небольшое извержение нашего вулкана. А теперь попробуйте сами. Ах да, забыла сказать, у кого получится самый лучший вулкан, тот получит твердую пятерку. Пятерку по химии! Для меня пятерка по химии на вес золота. Как бы сделать самый большой вулкан? Уксус и сода, что-то как-то маловато будет. Тимми, хочешь пятерку по химии? Хочу. А как ее получить? Ну, у тебя же есть еще Ментос? Я надеюсь, ты не весь схомячил, а? Давай, Ментос, а у меня в рюкзаке есть Кока-Кола. Мы сейчас такой вулкан сделаем. Нам точно пятерка обеспечена будет. Да? Ты уверен? Ну, давай. Так, вот она, моя Кола. А вот он Ментос. Итак, у нас нашлось только два вулканчика. Поэтому давайте разделимся на команды. Давайте девочки против мальчиков. И вся команда, которая лучше выполнит этот опыт, получит пятерочки. Ой, девочки, даже как-то страшно. Нет, вам не страшно? Вдруг сейчас такой вулкан и прямо в потолок. Да ну, Катя, просто надо пропорции соблюдать, и тогда ничего никуда в потолок не улетит. Ты же видела у учительницы? У нее совсем чуть-чуть вулканчик был, и все, и исчез. Ну что, давайте накладывать соду и наливать уксус. Ложечка соды. И чуть-чуть уксуса. Ой, и все, что ли? Какой маленький вулканчик у нас получился. Мы, наверное, уксуса мало добавили. Ну да, лавы совсем было не видно. Пару пузырьков, и все. Да, девочки, извержение у нас не произошло. Девочки, не расстраивайтесь. Сейчас будут делать опыт мальчики. Посмотрим, что получится у них. И да, в химии главное соблюдать пропорции. Немножко чего-то не доложили, или, не дай бог, переложили, и все. Бум-бабах. Или наоборот, ничего не произойдет. А у нас сейчас точно что-то да произойдет. Пятерка в кармане. Ну что, девочки, смотрите и учитесь, как наделать настоящий вулкан, а не ваш это. И все. Валера, я надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Тимми, да чего ты боишься, как девочки, я сто раз так во дворе делал. Ой, девочки, смотрите. У Валерки кола и ментос. Вы знаете, что сейчас будет? Ой-ой-ой, и точно. Кидаем ментос. Ой, не попал. И наливаем немножечко, а лучше множечко, кока-колы. Учительница, учительница, по-моему, сейчас произойдет непредвиденное извержение огромного вулкана. Девочки, но так же и должно быть, должен быть вулканчик. От взаимодействия щелочи и кислоты. Но у мальчиков не сода и уксус. У них кола и ментос. Что? Кола и ментос? Стойте, стойте, немедленно стойте, не наливайте. Ай-яй-яй, опоздала. Девочки, несите тряпку, быстрей. Валерка, прячь кока-колу, быстрей. Хе-хе, ну что, у нас, наверное, пятерка. Мальчики получают пятерку, у нас был самый большой вулкан. Да, спешу вас, мальчики, огорчить. Мальчики пятерку не получают, они просто получают. И как бы не исключение из школы. Но поход к директору точно получают. Что вы наделали? Кто вам разрешил в вулкан класть ментос и кока-колу? Если опыт у нас с содой и уксусом, а? А если бы вы мне тут все до потолка залили, что бы мы делали? Не, не, у нас все правильно, сода и уксус. Кто вам сказал про кока-колу? У нас не было никакой ментоса никакого, кока-кола никакой. Это девочки наговаривают силу? Да? Ну тогда, может, объясните мне, почему коричневый цвет у белой соды и прозрачного уксуса? А? Ну-ка, расскажите мне. И пахнет кока-колой. Умные самые, учителя обмануть. Учителя по химии. Ай-яй-яй, да вы что? Вы бы и так прекрасно справились и сделали нормальный вулкан по теме урока. И зачем вам это? Не понимаю. Эх, извините нас, пожалуйста. Мы просто хотели сделать самый крутой вулкан, чтобы точно получить пятерки. Можно мы переделаем и сделаем из соды и уксуса. Ха-ха, хитренькие какие. Все мне тут залили своей кока-колой. А теперь я не буду другой вулкан делать, чтобы еще что-нибудь нахимичить. Нет, нахимичили уже. Бегом за тряпками, за швабрами, все здесь прибираем и идем к директору. Химики. А девочки молодцы. Пусть не очень большой вулкан у вас получился, но все по теме и все правильно. Небольшой недочет по пропорциям, поэтому девочка четверочки. А мальчики к директору. Вот так, друзья. На уроке химии нужно точно соблюдать все правила, все пропорции и слушать учителя. Да, мальчики? А не химичить самим, чтобы голову сбрело. Взлетели бы сейчас все на пенном вашем фонтане из кока-колы. И из класса выплыли. Ай-яй-яй. А вы, ребята, делали такой опыт? Я имею в виду из уксуса и соды. Ну, хотя, может, вы делали и вот такой, как наши мальчики из Ментоса и Кока-Колы, который желательно делать вообще на улице. Никогда не знаешь, как она себя поведет. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Доринелка и смотрите новые мультики. Пока-пока. Ой, а я с этими химиками пойду все приберу и к директору их отведу. Эх, учительница, может, не надо к директору? Мы все приберем, мы все поняли? Надо, мальчики, надо. Пока-пока. Продолжение следует...